здравствуйте дорогие любители вязания сегодняшний мастер-класс я снова делаю по просьбе нашей подписчицы валентины борисовны она прислала к нам свою просьбу в инстаграм и это будет вот такой красивый узор узор довольно крупный он прекрасно будет смотреться в качестве центрального узора на какой-либо вещи кардиганы полочки кардиганов центральный узор и на пуловерах свитерах шарф можно связать с таким центральным узором и какой-либо каймой по краям в общем применение для этого узора достаточно много сам по себе узор несложный но валентина борисовна попросила помочь ей разобраться и когда я спросила вам лучше объяснить схему или сделать мастер-класс она сказала лучше сделать мастер-класс пожалуйста ну пожалуйста пожалуй я не сказала самое главное откуда этот узор это узор из книги издательства бурда волшебный клубок книга известная книга чудесная узор там этот под номером 266 и вот так как раппорт узора достаточно большой 41 петля то я по краям связала по 4 петли платочной вязки чтобы узор не заворачивался и решила что мы с вами свяжем продолжение вот следующий раппорт я буду вязать вместе с вами и уже посмотрим как узор будет смотреться когда связано 2 и уже несколько раппортов можно представить давайте начнем у меня здесь 41 петля это вот между маркерами раппорт узора 8 петель платочной вязки в общей сложности и 2 кромочные вы можете сразу набрать 43 петли вместе с кромочными и вязать вместе со мной в процессе вязания схема будет перед вами и схему я буду использовать из этой книги и я быстренько буду провязывать свои эти четыре петельки в начале и в конце узор уже показывать подробно итак начинаем вязать первый лицевой ряд свои петли я провязываю на них не обращайте внимания и вот начинается раппорт узора 14 изнаночных 13 лицевых и 14 изнаночных до конца ряда и я провязываю петли кромки во втором изнаночном ряду и во всех изнаночных рядах этого узора мы петли вяжем по рисунку по рисунку это значит мы петли вяжем так как они перед нами лежат лицевые петли мы вяжем лицевыми изнаночные изнаночными накиды здесь будут мы будем вязать их изнаночными такие ряды я видео всегда пропускаю вы вяжете их самостоятельно мы провязали два ряда я перенесла на короткую спицу потому что мне под камерой на длинных вязать неудобно вот отсюда мы начали вязать вот два ряда мы провязали теперь смотрим внимательно на схему 3 лицевой и 4 изнаночные ряды петли в них вяжутся по рисунку давайте эти ряды провяжем самостоятельно два ряда то есть мы вяжем их точно так же как сейчас провязали 1 2 5 лицевой ряд 12 изнаночных далее 2 вместе провязываем изнаночной петлей затем берем дополнительную спицу и 6 петель перекрещиваем в правую сторону три петли оставляем на дополнительные спицы за работой провязываем 3 лицевых и петли с дополнительной спицы тоже вяжем лицевыми далее делаем накид провязываем лицевую петлю относительно этой лицевой петли узор будет вязаться зеркальном отображение далее снова делаем накид и 6 петель перекрещиваем левую сторону 3 петли оставляем на дополнительные спицы перед работой провязываем 3 лицевых и петли с дополнительной спицы мы тоже вяжем лицевыми затем 2 вместе провязываем изнаночной петлей и 12 изнаночных до конца ряда шестом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку накиды вяжем изнаночными 7 лицевой ряд 11 изнаночных далее 2 вместе провязываем изнаночной 6 лицевых делаем накид 3 лицевых снова делаем накид 6 лицевых 2 вместе провязываем изнаночной и 11 изнаночных до конца ряда в восьмом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку 9 лицевой ряд 10 изнаночных 2 вместе провязываем изнаночной 6 лицевых делаем накид 5 лицевых снова делаем накид 6 лицевых 2 вместе провязываем изнаночной петлей и 10 изнаночных до конца ряда в десятом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку 11 лицевой ряд 9 изнаночных 2 вместе провязываем изнаночной петлей и теперь 6 петель перекрещиваем левую сторону 3 петли оставляем на дополнительные спицы за работой вот можно без дополнительные спицы вот просто поменять петли местами 3 петли оставляем за работой провязываем 3 лицевых и петли оставленные за работой тоже вяжем лицевыми далее делаем накид 7 лицевых снова делаем накид и перекрещиваем 6 петель в левую сторону 3 петли оставляем перед работой вот так можно без дополнительные спицы но 6 петель вот не очень удобно все-таки с дополнительной спицей удобнее будет провязываем 3 лицевых и 3 лицевых провязываем с дополнительные спицы оставлены перед работой дальше у нас будет 2 из на 2 вместе изнаночной и 9 изнаночных в конце ряда до конца ряда это был одиннадцатый ряд в двенадцатом изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку 13 лицевой ряд 8 изнаночных 2 вместе провязываем изнаночной петлей 6 лицевых затем делаем накид провязываем 2 лицевые петли далее 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону мне нужно для этого петли развернуть чтобы они лежали у меня правильно и удобно провязывались кто вяжет классика и разворачивать петли не надо затем делаем накид центральная лицевая петля и в зеркальном отображении накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо здесь у меня петельки хорошо лежат 2 лицевых снова делаем накид 6 лицевых петель косички 2 вместе провязываем изнаночной петлей и 8 изнаночных петель до конца ряда это был тринадцатый ряд в четырнадцатом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку 15 лицевой ряд 7 изнаночных 2 вместе провязываем изнаночной петлей 6 лицевых далее накид 2 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо снова делаем накид 3 лицевых делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 лицевых делаем накид 6 лицевых 2 вместе провязываем изнаночной петлей и 7 изнаночных до конца ряда в шестнадцатом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку 17 лицевой ряд 6 изнаночных 2 вместе провязываем изнаночной и вяжем косичку 6 петель перекрещиваем в правую сторону две петли 3 петли оставляем на дополнительной спице за работой провязываем 3 лицевых петли с дополнительной спицы тоже вяжем лицевыми далее делаем накид 2 лицевых 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево делаем накид 5 лицевых снова делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо 2 лицевых далее делаем накид и 6 петель перекрещиваем левую сторону 3 петли оставляем перед работой на дополнительной спице провязываем 3 лицевых лицевых и петли с дополнительной спицы вяжем тоже лицевыми далее провязываем вместе 2 вместе изнаночной и 6 изнаночных до конца ряда в восемнадцатом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку 19 лицевой ряд 5 изнаночных 2 вместе изнаночной петлей 6 лицевых делаем накид 2 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо делаем накид 7 лицевых далее делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 лицевых накид 6 лицевых петли косички 2 вместе провязываем изнаночной петлей 5 изнаночных до конца ряда двадцатом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку 21 лицевой ряд 4 изнаночных 2 вместе изнаночной 6 лицевых делаем накид 2 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо делаем накид 9 лицевых затем делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 лицевых снова делаем накид 6 лицевых 2 вместе провязываем изнаночной петлей 4 изнаночных до конца ряда двадцать втором изнаночном ряду петли вяжем по рисунку 23 лицевой ряд 3 изнаночных 2 вместе изнаночной петлей и перекрещиваем 6 петель в правую сторону вставляем 3 петельки за работой на дополнительные спицы вяжем 3 лицевые петли с дополнительной спицы тоже вяжем лицевыми далее делаем накид 2 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо делаем накид и 3 6 петель перекрещиваем левую сторону 3 оставляем на дополнительной спицы вяжем спицы перед работой провязываем 3 лицевых петли с дополнительной спицы тоже вяжем лицевыми далее у нас будет 2 вместе изнаночной петлей и 3 изнаночных до конца ряда двадцать четвертом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку 25 лицевой ряд дело идет к завершению косички мы уже вязать не будем и сейчас провязываем 10 изнаночных далее 2 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо делаем накид 13 лицевых делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 лицевых и до конца ряда 11 изнаночных о 10 изнаночных я прошу прощения что я зарапортовалась конца ряда 10 изнаночных в двадцать шестом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку 27 лицевой ряд 10 изнаночных 1 лицевая 2 вместе лицевой с наклоном вправо делаем накид 15 лицевых затем делаем накид 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону 1 лицевая и 10 изнаночных до конца ряда 28 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку 29 лицевой ряд 10 изнаночных 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо делаем накид 17 лицевых затем делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 10 изнаночных и в 30 изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку это у нас последний ряд раппорта я переношу петли на большую спицу и сейчас посмотрим что у нас получилось но вы только посмотрите какое получилось чудо шикарный узор шикарный узор просто изумительный еще раз покажу изнанку давайте скажем спасибо валентине борисовне за идею мастер-класса мы научились с вами вязать вот такой красивый красивенный узор ставьте лайки если он вам понравился пишите комментарии подписывайтесь на наш канал присоединяйтесь к нам везде где мы есть в интернете и приглашайте к нам своих друзей а я желаю вам здоровья удачи позитива только добрых вестей и ровных легких петелек пока пока